В этом представлении сложилось все. Удивительные животные, веселые королевские пудели, сильные и быстрые лошади, заколдованные ловкие медведи. И сложные групповые номера, которые удивят даже самых искушенных зрителей. Акробаты на подкидных досках и на проволоке, эквилибристы на параллельных перших, жонглеры на ходулях, бесстрашные джигиты. Больше всего понравилось лошадям. Артисты мне тоже понравились, но мне все понравились, потому что они все добрые. И классные. Очень много прям эмоций, особенно когда акробаты выходили, там наверху всякие трюки. Конечно, даже мы с мужем, и то у нас прям эмоции, а для детей это прям вообще, они все в восторге. Мне понравилось, когда там, где были кони, и там трюки разные делали. Мне понравилось, когда наверху делали всякие трюки. Мне тоже. Очень классное представление, мне очень понравились пудели, как они лопали шарики. Это вообще классно, у меня дыхание замерло, когда летала на высоте тетенька, да, ангелочек. Мне очень сильно понравился этот цирк, понравилось, как ребята скакали на лошадях. Все очень сильно понравилось. А также зрителям чудеса гибкости демонстрировала гимнастка на трапеции, волшебство иллюзии, эксцентричный клоун. Эту программу несколько месяцев собирали, словно мозаику. Вместе целая страна, от того называется, что у нас в программе очень разнообразная наша, все национальности, нашей большой, необъятной России. Вы езжали по всей России, вы искали номера отдельные, которые именно подойдут к этой программе, собирали их воедино. Ушло где-то два месяца у нас на всю подготовку, да, чтобы каждый номер свести. Более 115 костюмов, созданных талантливой художницей Натальей Чистовой. Фантасмагоричные декорации, реализованные по проекту заслуженного художника России Владимира Буэра. А режиссер семейной сказки Виктория Коновалова, ученица Романа Виктюка. Мы соединили несколько видов искусств. Это и музыкальное искусство, поскольку у нас здесь и оркестр народных инструментов, и классический цирковой оркестр Санкт-Петербургского цирка звучит, да. И театральное искусство, поскольку я сама театральный режиссер, и убеждена в том, что цирк и театр могут интересно, очень дружить. Но театральное в каком контексте? В том, что у этого представления есть нить повествования, есть сюжетное построение, есть кульминации и так далее. То есть это не концерт, не дивертисмент, это выстроенный, полноценный, как мы называем, цирковой спектакль. Программу с многонациональным колоритом создали к празднованию 145-летия Санкт-Петербургского цирка Ченезелли. Осенью 2022 года премьера с большим успехом прошла в Северной столице, а теперь с 11 марта по 16 апреля будет в Рязанском цирке. Времена года становятся действующими лицами, куклы оживают, волшебный клубочек указывает Петрушке дорогу, конек-горбунок взлетает под купол цирка, а люди, звери и птицы говорят на одном языке. Не пропустите!